Улыбните мои котята, с вами Брика и добро пожаловать в Castle Cats. Итак, до окончания ивента у меня осталось 6,5 часов и я как раз успела скрафтить то самое яйцо, последнее ивентовское яйцо. Но для начала давайте откроем коробочку к событиям, посмотрим что нам принесет эта коробочка. Так, ух ты, это что? Надеюсь не дубликат. А, это дубликат, ну ничего себе, мне дали 30 самоцветов, которых у меня нет. Дальше мы можем открыть еще 2 коробки с костюмом, мне дали билетики бесплатные за получение уровней. Итак, у меня здесь дубликат, к сожалению, дальше я не открывала, специально копила для вас, для того чтобы снять это все на видео. О, ничего себе, какая красота, такого у меня еще не было, интересно. И за 50 тысяч монет тоже, ух ты, ничего себе, 2 шубки, 2 шубки подряд. Ну-ка, ну-ка, давайте-ка примерим, примерим что за шубки, как они будут смотреться на мне и заберем их как раз. Так, главное не пропустить. Это что-то новенькое, такого я еще не видела. И вот такая шубка, тоже прикольная. Мне та, в принципе, прежняя больше нравилась. Прикольно смотрится, интересно. Ну что ж, теперь заходим в алхимию. У нас здесь уже скрафтилось яйцо. Мечтательное яйцо называется. Этот герой идеально впишется в гильдию, которая считает театр, песни, танцы и любовь неотъемлемыми частями Дня святого Валентина. Ну да, я тоже так считаю, забираем. Главное, не зависай, игра. Титания у нас здесь. Вау, прикольная кошечка. Хорошо, ну-ка, давайте-ка ее теперь проэволюционируем Титанию. Эволюционируется она красными редкими огоньками. Получается, у нее при первой эволюции вот такая накидка с розами и с манжетами, очень красивая. Так, смотрим вторую эволюцию. Вторая эволюция у нас приносит особенность. Открывает, то есть, особенность, да. Третья эволюция уже, ух ты, оконченный костюм. Законченный костюм, законченный вариант костюма, бабочки. О, она очень красивая. Кошечка-бабочка у нас получается, да. И, конечно же, давайте закончим эволюцию полностью. И, как обычно, мы это делаем при получении первой, при получении новой кошечки. Переходим в кота-книгу для того, чтобы прочитать про нее. Что же здесь пишут? При эволюции описание не меняется. Титания-игривая фея, которой нравится влюблять всех в себя с помощью своего магического сока праздной любви. Помогать котам влюбляться. Какая сострадательная кошечка. Кошка, то есть, это фея. Кошка-фея, поэтому у нее вот такие крылья. Я подумала, что это кошечка-бабочка. Нет, это кошечка-фея. Очень красивая. Переходим на доску квестов для того, чтобы посмотреть, какая же атака у нее. Так, перейдем, как всегда. Я уже не помню, какие у нее навыки, поэтому переходим во все. И долго-долго ее ищем. А что ее искать? Она вот здесь сразу появилась. Заходим на квест. Начинаем атаку. Так непривычно смотреть на лидера гильзи. Очень непривычно. Ох, я сбилась атака, к сожалению. Показываем. Бьет она розами. Я хотела сказать, скорее всего она будет бить розами, так как у нее веночек из роз. Да, вполне очевидная атака. Точно такая же, как и у меня, у моего посоха. Одинаковая атака у нас. Что у нашей феи, что у лидера гильдии. Лидер гильдии просто бьет синими розами, потому что у нее посох синий, да? А наша фея бьет красными розами. Но если мы возьмем красный и посох, то у нас будут абсолютно одинаковые атаки. Ну, ожидала я, конечно же, нечто большее, так как я крафтила долгое время эту кошечку. Очень много сил и времени ушло на это все. Давайте зайдем в алхимию и сейчас пробежимся по всем, по всем ивентовым яйцам. Посмотрим, кто здесь у нас получается. Итак, из яйца чернокнижника. Вот такой котик. Яйцо Энта. Вот такой котик. Изумрудное яйцо. Яйцо вора. Ангельское чешуйчатое яйцо. Яйцо светящихся полосок. Дальше у нас яйцо блестящей бомбы. Яйцо в стиле хай-тек, которую эту кошечку мы выводили уже в этом сезоне. И мечтательное яйцо. То есть раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, девять яиц в этом ивенте. Теперь ждем, не дождемся следующего ивента. Посмотрим, что он нам принесет. Так, поставим давайте лайки. Раз есть у нас время, здесь просто лайк поставим. Следующий тоже лайк. Истратим все лайки. Так, Чарли лайк. Харбор тоже лайк. О, Сэнди Клаус супер лайк. Взаимно. Давайте ей отправим, Сэнди Клаус отправим цветы. Отлично. Фрэнсис лайк. Отправим письмо. Так, Айя лайк. Взаимно. Отправим конфеты. Эдвард. Лови лайк. И еще у меня два осталось. Астрид. И Хильда. Супер. А, супер лайк я уже использовать не могу, так как я его использовала. Взаимно. Отлично. Отправим конфеты Хильда. Класс. Истратили все лайки и супер лайки. Потом за просмотр рекламы обязательно заберу вот эти самоцветы. Самоцветов у меня 152. Даже не хватит на кошечку. Даже на половину кошечки не хватает, да? Или только на половину. А премиум герои еще новые появятся при обновлении ивента, надеюсь. Давайте посмотрим, появились ли еще премиум герои какие-нибудь. За то время, что я отсутствовала в игре, вроде бы как нет. Нет, нет новеньких. Да, нет новеньких. Но я бы хотела вот эту кошечку китайскую, которая была еще в прошлом году, по-моему. В прошлом году она появлялась на новый год по китайскому календарю. Еще я бы хотела купить, конечно же, питомца по китайскому календарю, так как я накопила китайские монеты. Давайте выберем цвет. Ну, конечно же, коралловый. Кораллово-розовый. 50 тысяч монет он будет стоить. Нажмите, так, нажмите еще раз для подтверждения покупки. Ну, у нас вся покупка совершена. Отлично. Переходим теперь сюда. И меняем нашего питомца. Питомец у нас приобретен. Ищем его здесь. Так, вот он. Отлично, подтверждаем. Теперь у нас летающий бык. По китайскому календарю. Очень мило. Мало того, что у меня кошечка превратилась в мышку, так она еще с летающим быком будет ходить. Надеюсь, вам понравилось это видео. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если вдруг еще не подписаны, чтобы не пропустить следующие серии по игре Castle Cats. А с вами была кошечка Прика и увидимся в новых роликах. Подписывайтесь на мой канал.